Здравствуйте, друзья! Мы с вами читаем Труды Бальсулама на 616 странице, статья Шамати, статья 113, молитва 18. Вы можете найти изучаемый материал на сайте cap.cu.al или в системе поручительства в учебном материале. Вы можете задавать вопросы на сайте cap.cu.al, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока. Молитва 18, благословение — это известная молитва. Молитва 18 — это очень известная, древняя, очень древняя молитва. Почему она называется 18? Потому что, в общем, воздействие Творца на человека от кетеры до малхута — это 9 сферот. Не включая кетер, разумеется. И воздействие человека в ответ Творцу называется 9 сферот отражённого света от малхут до кетера. И тогда 9 сферот прямого света и 9 сферот отражённого света Творец и Творение соединяются, включаются друг в друга и воздействуют друг на друга, влияя друг на друга вместе. И поэтому желание Творения прийти к подобию по свойствам с Творцом, то есть насладить Творца так же, как Творец его наслаждает, выражается в этой молитве. Надеюсь, что и мы так же будем действовать. Разумеется, мы понимаем, что всё это возможно выполнить, если человек изначально уже соединён со своей десяткой. То есть он вышел из своего радиополучения и распределил себя между товарищами в желании отдавать через них Творцу. Через них имеется в виду, что он готовит себя к отдаче. Ну и так он подходит к ним, обращается к ним. И мы так же должны видеть основу, суть этой молитвы. Давайте посмотрим, что пишет Баля Сулам. О молитве 18 написано много, очень много чего. Нам главное понять наш принцип. Прошу. Так, статья 113, молитва 18. Благословений. Молитва 18 «Ведь ты слышишь молитву всех уст народа твоего Исраэля в милосердии». И на первый взгляд непонятно. Сначала мы говорим «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Всех уст. Каждых уст. То есть даже уст нежеланных, уста нежеланные тоже слышит Творец. написано «всех уст». То есть даже нежеланных имеется в виду. А потом говорит «народа твоего Исраэля в милосердии». Получается, что именно молитву, которая в милосердии, а иначе её не слышат. И дело в том, что следует знать, что вся тяжесть, которая есть в работе Творца, вызвана противоположностью, имеющей место на каждом шагу. Например, существует правило, что человек должен быть низок. Однако если мы будем следовать этой крайности, хотя мудрецы сказали «будь чрезвычайно низок духом», тем не менее эта крайность не означает, что это должно быть правилом. Ведь известно, что человек должен идти против всего мира и не отменяться перед множеством мнений, существующих в мире, как написано, и возвысится сердце его на путях Творца. В таком случае это правило не называется правилом, чтобы мы могли сказать, что есть в нём совершенство. А если следовать другой крайности, то есть гордыня, это тоже нехорошо. «Ведь тот, кто является гордецом, говорит Творец, не можем я и он пребывать в одном месте». И также мы видим противоположность в отношении страданий. То есть, если Творец посылает страдания какому-то человеку, а мы должны верить, что Творец, он добрый и творящий добро, в таком случае обязательно те страдания, которые он послал, они во благо человеку, в таком случае, как мы молимся, чтобы Творец забрал у нас страдания. и в отношении страданий следует сказать, что страдания призваны только лишь исправить человека, чтобы он был способен получить Свет Творца. И роль страданий очистит тело, как сказали мудрецы, как соль смягчает мясо, так страдания очищают тело. А молитву установили, чтобы она была вместо страданий. То есть молитва тоже очищает тело. Но молитва называется путём Торы, поэтому молитва более эффективна для подслащения тела от страданий. И поэтому есть заповедь молиться о страданиях, поскольку вследствие этого появляется хорошая добавка как для каждого человека, так и для всего общества. И поэтому противоположность вызывает у человека тяжесть и прекращение в работе Творца. И он не может продолжать работу и чувствует себя во зле. Ему кажется, что он недостоин того, что мог принять на себя бремя высшее Малхуд как бык под ермо и осёл под поклажу. И получается, что в это время он называется нежеланным. Однако, поскольку всё намерение его в том, что он хочет привлечь свойства веры, называемое свойством Малхуд, то есть поднять кину из праха, Малхуд, когда намерение его, чтобы возвеличилось имя Творца в мире, то есть его величие, чтобы не было формы Святой Шхены в качестве бедной и нищей, тогда Творец слышит молитву всех уст, то есть даже у человека, который не столь желанен, то есть он чувствует сам, что он пока ещё далёк от работы Творца. И в этом смысл слов «ведь ты слышишь молитву всех уст». Когда он слышит все уста, в то время, когда народ Твой Исраэль молится о милосердии, то есть о простом милосердии, когда человек молится, чтобы поднять чхену из праха, то есть принятие веры. И это подобно человеку, который не ел три дня, и тогда, когда он просит кого-нибудь, чтобы дал ему поесть, он не просит ни о чём лишнем или излишествах. А просто просит, чтобы дали ему что-нибудь для поддержания жизни. И также в работе Творца, когда человек обнаруживает себя стоящим между небом и землёй, он не просит у Творца ничего лишнего, а только лишь цвет веры. То есть, чтобы Творец раскрыл глаза его, чтобы он мог принять на себя свойства веры. И это называется поднять шхину из праха. молитва. И эта молитва принимается от всех уст. В каком бы состоянии человек ни находился, если он просит о поддержании жизни в отношении веры, молитва его принимается. и это называется милосердие, то есть молитва его лишь о том, чтобы сжалились над ним свыше, чтобы он мог поддержать свою жизнь. И в этом смысл того, что написано в книге Зор, что молитва, которая от нищего, сразу же принимается. То есть, когда она за святую шхину, она точно же принимается. да, это то, что Баля Сулам сказал о молитве 18 благословений. Как мы можем прийти к истинной просьбе, каким образом и какие отношения между нами и Творцом должны быть, то есть милосердие, просьбе, молитва всех уст, то есть вместе. И это то, что мы можем сделать. Молитва 18 молится только в Миньяне, то есть 10 человек могут молиться, не меньше, потому что 10 это целое полное число для выражения между людьми, тогда можно обратиться к Творцу, то есть через объединение, через любовь между творениями можно дойти к любви к Творцу. Если объединения между людьми нет, то и ни с чем обращаться к Творцу. Ну может быть то, что называется молитва предваряющая молитва, то, что поможет помочь нашим товарищам стать настоящими партнерами в пути, чтобы он соединил нас, и таким образом мы могли бы через объединение отдавать ему, а он нам. Ладно, давайте перейдем к вопросам, пока есть только один вопрос, Мерказ 1, давайте посмотрим. Что с условиями для молитвы, чтобы она была принята? Условия молитвы. это то, что мы вместе это прежде всего, вместе просим. И то, что мы просим о милосердии, то есть ясно и понятно, что Творец не связан с нами, с нашими свойствами, мы противоположны ему, а мы просим его, чтобы он с нами связался, несмотря на то, что мы противоположны и позаботился бы о нас, чтобы мы были в уподоблении ему, и тогда по мере исправления мы будем связаны друг с другом, и когда будет казаться, что он один, и мы едины, тогда он сможет нам передать, передать нам силу отдачи, силу объединения. так мы сможем соединиться в правильное клей, для того, чтобы раскрыть его. А раскрытие Творца постепенное внутри наших объединённых желаний и называется раскрытием высшего мира. В той мере, в которой Творец раскрывается в нас, в той же мере мы и раскрываем высший мир, высшую реальность. Мы поднимаем себя до уровня высшего мира, то, что называется. Понятно? Талия 4. Раба, бонжорно. Раб, мы часто находимся в состоянии делать прегиера, но слышно, что мы в большинстве случаев находимся в условиях, когда мы можем молиться, но не молиться.